Развёрнута, на мой взгляд, настоящая информационная война, которая имеет определённо чёткие цели разрушения России как государства вообще. Вообще тезис того, чтобы сбросим, давайте, и нам станет лошадь, и будет легче, этот тезис используется очень хорошо и в 1991 году. Вы помните, что в 1991 году Советский Союз развалился, вроде бы груз этот сбросили, но вот я хочу спросить его присутствующих и всех остальных, стали ли мы жить от этого лучше, то есть стала ли Россия богаче? По уровню производственного развития мы до сих пор не достигли уровня 1990 года, так по большому счёту. При этом потеряли 4,5 миллиона квадратных километров территории, это сопоставимо с Евросоюзом, и почти 150 миллионов населения. То есть и со старшим населением очень сложно решать те проблемы, которые есть. Поэтому для того, чтобы этот имидж менять, конечно, уже направить все силы на создание, как я всегда говорю, поскольку я человек военный, на создание информационных снарядов положительной мощности. То есть для этого нужны верная, объективная информация о том, что происходит в Дагестане. О том, что в Дагестане это не только, скажем так, боевики, значит, там, ваххабиты, террористы. То есть лицо Дагестана это учёные, это инженеры, это врачи, это огромный пласт тружеников, которые, скажем так, в поте лица добывают хлеб свой по настоящий день. Достаточно для этого просто поездить по районам, но люди по районам не ездят, им легче сейчас заглядывать в интернет. Поэтому надо создавать свои сообщества, блога-сообщества, которые бы давали положительные примеры того, что происходит. И тогда, ну, понятно, будут и отрицательные какие-то примеры, будут и положительные, но картинка будет соткана. А при одностороннем, скажем так, освещении техных событий, понятно, что картина не очень хорошая.